Дневник 11-летней девочки, жительницы блокадного Ленинграда, накануне перечитывали в Бендерском краеведческом музее. Для школьников провели информационный час Ленинградская блокада. Доходчиво и просто о важной вехе истории войны, героической стойкости ленинградцев, смелости и мужестве. Почти 900 дней блокады, холодная зима 41-42 года, без отопления и продуктов, под бомбежками врага. Связующей ниточкой с большой землей была дорога жизни по льду Ладожского озера. Они выключали фары и ориентировались, вот стояли вот такие регулировщицы с фонарями. И они только ориентировались по этим регулировщицам. Тот самый кусочек хлеба, 125 грамм, детская норма на сутки. Школьники могли не только подержать ломтик фронтового хлеба в руках, но и попробовать. Человеку невозможно прожить на такой кусочек хлеба. В городе осталось 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей. Многие несовершеннолетние стояли за станками и трудились наравне со взрослыми. Странички дневника Тани Савичевой, ровесники учеников 4 класса. Они могли экспонаты изучить, такой как каска советского солдата. Они могли его примерить, даже этот экспонат. Им это очень интересно. Потом мы с ними провели викторину. Была презентация, тоже ленинградская блокада. В ходе викторины ребята проверили знания и собрали пазлы. Урок в преддверии 80-летия знаменательной даты прошел продуктивно. Это было очень тяжело пережить людям. Люди умирали. И кошки, и все, кто были. Люди следы ели что видели. Потому что жить было тяжело. Фашисты не жалели никого. Гитлер не хотел. Он хотел просто уничтожить Советский Союз полностью. Чтобы никто не жил в нем. Меня впечатлило то, что люди, несмотря на то, что они умирали от голода, у них были очень проблемные времена, у них получилось выиграть эту войну, у них получилось отбить свой город. Я узнала, как проходила Великая Чещественная война в Ленинграде. Большинство людей погибало на вонах. Они своими жизнями защищали других жизней. И так дошло, что мы сейчас живем, благодаря им. После мероприятия дети прошли по залам музея и ознакомились с историей города Бендера с середины прошлого века. Великая Отечественная румынская оккупация. Освобождение в 1944 году. Через 7 месяцев после снятия блокады Ленинграда. Продолжение следует...